Здравствуйте, меня зовут Александр Кузнецов, и в этом видео я расскажу о том, как лучше всего организовать котельную, если у вас несколько котлов, или это может быть несколько источников тепла. В данном случае я нахожусь в котельную, которую мы собрали. Это торговый центр площадью 1500 квадратных метров, два этажа, и здесь в этой котельной установлены два газовых котла. Вообще, я глубоко убежден, что если так получилось, что ваша система отопления имеет мощность выше 30 киловатт, то лучше делать двухкотловую систему, ну два и более, в зависимости от мощности. Я предпочитаю не стараться ставить какой-то один большой котел. Это уже на моей практике, на практике многих моих коллег многократно подтверждалось, то есть если у вас мощность 40 киловатт, 50 и дальше, 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 лучше сделать котельную с несколькими котлами. В данном случае у нас установлены два котла Вайланд мощностью по 30 киловатт каждый. Это опять же такая тоже странная ситуация. Заказчик настоял на том, что вот эти котлы и эта мощность будет достаточно для этого здания. На самом деле, по расчетам тепловых потерь здесь нужно мощность увеличивать практически до 120 киловатт. Но заказчик так решил. Переубедить у меня возможности такой не было. И по непонятным мне причинам газовики также сделали проект вот на эти два котла и всю газовую часть сделали вот под эту мощность. Когда мы проектировали систему отопления и проектировали гидравлическую часть котельной, мы учитывали реальные тепловые потери здания и вот построили вот такую вот систему. Это система первичных вторичных петель или первичных вторичных колец. В данном случае у нас имеется вот подача, вот она идет, общая подача. Здесь она закольцовывается вот в этом месте с обраткой и возвращается. И вот получается оба котла подача-подача, обратка-обратка подключена вот к этой первичной петле. Это самая простая, самая дешевая схема гидравлической развязки нескольких котлов и нескольких контуров системы отопления. Можно, конечно, ставить гидравлический разделитель, ставить магистральные коллекторы. Мы такие системы тоже делали и продолжаем делать, но если вам нужно получить простую рабочую и бюджетную схему, то лучше вот как раз ее реализовать по такому принципу. И здесь мы даже оставили вот место на случай, если мощности будет все-таки не хватать, будет возможность установить дополнительное котел. Ну, в принципе, если устанавливать еще какое-то котел, то уже придется довольно-таки серьезно реконструировать котельную. Поэтому если делать все по-нормальному, все по уму, то лучше сначала сделать расчет тепловых потерь здания, запроектировать систему отопления, исходя из этого, из этих расчетов подобрать уже котлы необходимой мощности. Ну, тут заказчик вот так решил, тут что решил, мы так и сделали. Поэтому в котловой части тут все видно и понятно, то есть вот у нас подача, вот обратка, на обратке на каждом котле установлен фильтр, внизу у нас имеется подпитка и слив вот этой первичной петли. Мы ее установили вот на такие консоли. Ну, а в этой части у нас находится как раз распределение по контурам. Здесь у нас имеются два термоманометра, которые показывают давление, температуру на подаче и обратке. И дальше вот так вот подключены два контура отопления. Это у нас первый этаж здания, это у нас второй контур, второй этаж здания. Они подключаются все на подающую трубу последовательно, то есть у подачи обратка. И здесь также подача обратка. Это не должно никого смущать, это нормальная рабочая схема. Здесь, конечно, существует температурный перепад, он может быть в пределах от 3 до 5 градусов между контурами, но этот температурный перепад компенсируется установкой обычных терморегуляторов. То есть если у вас на этажах установлены терморегуляторы или у вас на радиаторах установленной термоголовки, вся система будет нормально сбалансировано работать. И такая схема позволяет гидравлически развязать систему с большим количеством насосов. В данном случае у нас насосы установлены в котлах и имеются отдельные насосы на контурах. То есть всего в системе используются 4 циркуляционных насоса. Ну а здесь в обвязке все очень просто. То есть кран, частотный насос, обратный клапан, автовоздушник и кран уже в систему. И здесь точно так же на обратке. В данном случае нужно обязательно устанавливать обратные клапаны, чтобы исключить паразитные токи теплоносителя. В случае, если у вас, допустим, один контур отключен, а второй рабочий, чтобы все равно перетекание теплоносителя в другой контур отключенной не происходило. Поэтому клапана нужно устанавливать обязательно. Ну и вот, как видите, очень простая схема, очень эффективная, легко монтируется. Если у вас частный дом или коммерческий объект, вот лучше применять такую схему. Не нужно устанавливать какого-то дополнительного дорогостоящего оборудования, лепить какие-то гидрострелки, магистральные коллекторы. Это все, конечно, выглядит очень красиво. Группа быстрого монтажа. Но на самом деле, большинство слышат ее, это просто трата денег. То есть, если у вас есть лишние деньги, вы можете на это потратить. Если вам нужна простая рабочая система, то вот она вот в таком исполнении и делается. Ну и здесь отдельно выведен трубопровод и в углу установлен расширительный бак системы отопления на 100 литров. И здесь мы, как правило, отдельно монтируем электрический щиток котельный. То есть, это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант, когда у вас управление всей системой осуществляется с одного места. Здесь имеется в одной автомат, два диф-автомата на котлы, по количеству котлов. Имеется два автомата для включения-выключения циркуляционных насосов. Один автомат резервный, на который подключен сигнализатор загазованности. И вот такая система, такая компоновка. Если вы используете несколько котлов, то вот лучше применять такую схему. Ну и, соответственно, если у вас несколько контуров отопления, то, опять же, у вас есть возможность их организовать. Если нужно организовать теплые полы, вместо прямых насосных групп можно смонтировать насосные группы с подмесом, используя трехходовые клапаны. Можно это все по отдельности автоматизировать. Если такая задача стоит, можно поставить контроллер, который будет управлять включением-включением насоса по температуре воздуха в помещении или по температуре воздуха на улице. То есть, как видите, все очень просто, эффективно, надежно и недорого. Аналогичным образом можно организовать подключение бойлера косого нагрева. То есть, если у вас нету такой возможности в котле, то можно точно так же отдельной группой подключить бойлер, загрузку бойлера. То есть, это просто первичная петля удлиняется, устанавливаются дополнительные контуры с насосной группой на загрузку бойлера, насос завязывается на термостат бойлера. То есть, вы таким образом можете эту систему моделировать, делать ее на три контура, на четыре, на пять, использовать два котла или три котла разной мощности, или комбинировать электрический котел с газовым, или дизельный котел с электрическим. То есть, это все возможно в разных комбинациях, включая твердотопливного котла и теплового насоса. Но опять же, если используется твердотопливный котел, то лучше сюда добавить, конечно, буферную емкость. Но если у вас система используется с газовыми и электрическими котлами, то это, в общем-то, самая простая и эффективная схема. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите высказать свое мнение по этому поводу, проходите в комментарии, пишите. На сегодня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!